Здравствуйте, коллеги! Сейчас я освоюсь чуть-чуть с пространством. Говорят, что Homo sapiens, чтобы нормально себя чувствовал в каком-то помещении и мог, например, выступать на публике, должен сначала это помещение обойти, осмотреть углы, найти запасные выходы. И тогда нормально, тогда эта биологическая составляющая, это давняя от предков, она чувствует себя спокойно. Ну ладно, я попробую экспромтом, но не успел я сегодня. Успел только арбуз распробовать, арбуз вкусный. Коллеги, как приятно, у меня есть гипотеза в голове, приятная для меня. Пожалуйста, не разрушайте ее слишком быстро. Мне кажется, что у нас с вами есть некое классовое родство. Я мелкий бизнесмен в смысле моего бизнеса. У меня маленький бизнес. Скажите, правильно я понимаю, что в основном я разговариваю с представителями малого бизнеса? Ну ладно, давайте не самоуничижаться. Есть ли здесь представители компании больше ста человек? Чего все так? Немало, немало. Наверное, не по одному пришли. А есть ли здесь представители компании, где типа 5-10 человек? А, ну вот вас побольше. Хорошо. Но все равно, слушайте, 100 человек это все равно не бизнес. Давайте честно. Это, извините, это маленькое такое предприятие, хорошенькое. Я сегодня строю свой разговор с вами, исходя из того, что у меня такое представление, что бизнес малый. Ну типа 100 человек это тоже еще малый бизнес. И роль человека, персонажа, индивидуума в этой истории еще очень большая. Вопрос, которым я вынужденно и в профессиональном, и в человеческом смысле задаюсь, это давно уже не как компаниям расти. Про это все давно сказано. Я сегодня часть этих банальностей повторю. А стоит ли? И чего это стоит? Во что это обойдется вам, как людям? Я рассчитываю, с одной стороны, рассказать больше, чем можно рассказать за час или 45 минут. С другой стороны, я хочу все-таки выделить в конце время на то, чтобы мы обменялись вопросами и темой для продолжения этого разговора. Итак, два слова о себе. Меня зовут Тимофей. Я когда-то начинал в IT. Это я, чтобы за своего с IT хоть немножко. Вообще-то, с точки зрения IT, я даже дослужился до IT-директора, но это не сделало меня айтишником. Последние примерно 12-13 лет у меня должность начинается со слова директор. В разных компаниях был в производственной. Может быть, вы слышали компанию Мултон, которая делает соки добрый, Нико и Рич. Нико нету в последнее время. Вот там все началось в финансовой компании, в фитнес-сети. И вот еще на трубном заводе. Ну, в общем, в разных интересных местах. С понятным таким для меня, по крайней мере, фокусом про стратегию и процессы. Ну, про людей. А в последнее время я поддался веянию предпринимательства и запустил собственный бизнес. Компания, которая занимается проектами по организационному развитию. И она маленькая. Пока, по крайней мере. И собирается расти. Для чего я пришел? Для чего я надеюсь, что мы в какой-то степени собрались все? Это часть моего представления о том, как меняется мир бизнеса. И мне очень хочется этим поделиться, несмотря на то, что это как раз одна из тех мыслей, которые ни в учебнике, ни даже в приличной статье этому подтверждения нет. Это моя собственная идея и мое собственное видение. Так что оно открыто для всесторонней критики. Мне кажется, что про технологические уклады же вы хорошо понимаете, что был промышленный технологический уклад, когда было важно, кто больше одинаковых паровозов сделает. Вот тот, в принципе, в войне может победить, и народ свой лучше прокормить. Потом был понятный и близкий нам информационный уклад общества. Когда, в общем, кто самый умный и придумал самый хитрый гаджет, тот и молодец. У меня есть впечатление, что даже это время заканчивается. Формация в очередной раз меняется. Когда вымерли крупные животные, которые управляли землей определенно, динозавры, и появились вот такие мелкие. Это одно из первых млекопитающих. Я не знаю, хорошо ли вам видно из-за цветовой гаммы, но это мелкое млекопитающее уже пытается поесть какого-то мелкого присмыкающегося здесь на картинке. Я представляю себе дело так. Компании нового типа, сегодня будет речь подробнее о том, что я имею в виду, потихоньку выходят из своих маленьких нор по ночам, пока компании старого типа все еще правят землей. Днем, пока солнышко, по ночам выходят эти маленькие и тихонечко подъедают их кладки, подрывая основы существующего миропорядка. В новом мире абсолютно другие вещи будут задавать тон, совсем не те же самые, которые были в информационную эпоху. В информационную придумали гигантов. В нынешнюю, какая бы она ни была, процветает что-то совсем другое. Посмотрим внимательно друг на друга. Вот об этом в основном мне хочется говорить, и ради этого я выхожу. Мне кажется, что мы можем эту эпоху нам очень выгодную и интересную подвинуть ближе. Давайте поговорим о росте компании. Есть такая гипотеза, довольно разумная, что большинство бизнесов хотят расти. Есть прямая аналогия с живыми организмами. Хочется вырасти покрупнее, задавить кого-нибудь по дороге, хорошо кушать. Мы понимаем, что раньше, в старые добрые времена, можно было просто расти, что называется. Покушал побольше, вырос побольше, занял побольше места. Хорошо. О, нарастил объем операций. Логистическая компания нашла еще двух-трех заказчиков, еще пару грузовичков. Купила, и вот она растет. Наращиваешь объем операций, потихоньку повышаешь эффективность. Эффект масштаба работает на тебя, все хорошо. Если у тебя 100 машинок или 200 программистов, то тебе нужно пропорционально по отношению к объему работ меньше менеджеров. Ну ты молодец, ты становишься эффективнее, эффект масштаба работает на тебя. Дальше нужно ложку меморта не проносить, то есть стремиться к тому, чтобы у тебя не украли деньги. А бизнес рос, и можно было становиться все больше и больше. Эта история, как в древнем Египте началась, так вот только примерно в наше время окончательно и закончилась. Больше просто расти не получается. Почему? Вы-то знаете. Вы считаете ваш рынок конкурентным? Высоко конкурентным? Вы так умеренно конкурентным? Скажите, пожалуйста. Я же понимаю, история большая, надо руки поднимать. Кто считает рынок, на котором он работает, высоко конкурентным? Мой рынок охренительно конкурентный. Это, в общем-то, консалтинг. Давайте я вам про конкуренцию маленькую историю расскажу. В 2008 году я работал в финансовой компании, которая занималась факторингом. Факторинг – это такой специфический вид кредитования. Не банковское кредитование. Такое своеобразное. Полужульническое. Вот, как можно было бы сказать. И ребята, которые придумали этот бизнес, они его придумали классно, очень быстро вырастили. В России было мало факторинга. Они вырастили факторинг, просто здоровенный объем операций. Что-то они выросли с нуля, там, до нескольких сотен миллионов евро. А молодые ребята только-только закончили институт за несколько лет. И они с этим пришли к известному человеку по имени Рубен Варданян, который тогда возглавлял «Тройка капитал». Понимаете, о чем речь? Примерно, куда они пришли. Пробились, там, прорвались, зашли. И говорят, Рубен, пожалуйста, войдите в наш капитал. Мы за три года заняли 25% рынка. Круче нас никого не может быть. Снял очки, посмотрел, а он такой седой уже был. Посмотрел на них, говорит, ребята, если вы за три года из ничего заняли 25% рынка, значит, вы неправильно определили свой рынок. Как на каком-то другом рынке вы существуете. У вас при всем моем к вам уважении должно быть плохо видно увеличительное стекло. Если видно хорошо, значит, какой-то не тот рынок. Это к тому конкурентный или не очень конкурентный? Поговорим о том, что нам мешает. Мне ужасно понравилось это определение. Взаимовредные отношения. Оглянитесь вокруг. Вокруг вас конкуренты. В той или иной форме. Я смотрю, не всем видно слайд, и я прочитаю с удовольствием. Взаимовредные отношения. Точка. Конкуренция. Если в экологической системе два или более видов обитают совместно, между ними возникают взаимоотношения отрицательного типа, которые называются конкуренцией. Про конкуренцию вам проели весь мозг в любой школе, бизнес-школе, институте и где угодно. Законы этого дела как будто бы очевидны всем. Повторюсь, еще несколько банальностей я на эту тему собираюсь произнести. Мне понравилось очень вот это выражение, чисто биологическое. Взаимовредные отношения. То есть сейчас для того, чтобы компания могла расти, ей нужно не просто хорошо управляться. Ей, в общем, недостаточно управляться хорошо. Недостаточно быть эффективной. Недостаточно пытаться увеличивать объем. Недостаточно. Ей нужно еще бежать быстрее того парня. Как в анекдоте про двух зайцев. Два зайца бегут от медведя, и один другому говорит, что хорошо, что мне не надо бежать быстрее медведя. Мне достаточно бежать быстрее тебя. Что такое конкуренция? Теперь конкуренция играет главную скрипку. Почему так получилось? У него говорить. Понятно почему. Потому что рынок стал абсолютно прозрачный. Главную роль в этом сыграли такие компании, как ваша или моя. Мы создали прозрачные условия конкуренции. Все знают цены друг друга, все легко могут открыть интернет и посмотреть, сколько стоит аналогичный товар в другом месте. Как только цена прозрачная, про качество все все знают, лайки уже собраны в нужном количестве. Так можно сказать, есть рынок. Настоящий рынок. Ну и как на настоящем рынке? Самое неприятное, что происходит? Вы зарабатывали какую-то прибыль, потому что у вас была определенная цена, определенная себестоимость. Вы старались, зарабатывали прибыль. Пришла компания, которая делает то же самое, что и вы. Скрыть суперновую технологию невозможно, все же становится быстро доступно. Я подозреваю, что среди здесь присутствующих много людей, которые считают, что скрывать технологии и патентовать технологии вообще не очень хорошо. Они должны быть вообще доступны. Я сам так считаю. Так вот, технологии становятся все равно доступны всем. Ну и любой сосед может поставить такую же цену, как у вас. А поскольку он хочет с вами конкурировать, даже вы не хотите. Вы, допустим, добрый. А он хочет конкурировать. Он берет, снижает цену. Вы вынуждены парировать с снижением цены. Теперь потребитель снова смотрит на два одинаковых продукта по одинаковой цене. Чтобы он мог выбрать, кому-то придется снизить цену. И эта игра продолжается до тех пор, пока прибыль не станет равна нулю. Да, это значительное упрощение. Это теория. К ней легко подкопаться с разных сторон. Но в самых общих чертах все очень просто. Если конкуренция велика, то прибыльность мала. Невозможно заработать приличную прибыль на высоко конкурентном рынке. Никак. Ну или почти никак. Попытка систематически повышать свою операционную эффективность, если этим занимаются одновременно 140 компаний на одном и том же рынке, это очевидный тупик. Потому что если будут действительно хорошие, крутые решения, люди будут их копировать. А если крутых решений нет, мы топчемся на месте, заработка нет. Отсюда довольно давно, сначала в развитых экономиках, а потом и в нашей, появилась идея, что надо либо дифференцироваться, либо умирать. Слышали? Очень простая вещь. Вот главная банальность сегодняшнего разговора. Дифференцируйся или умри. Дальше будет только вопрос о том, как дифференцируйся, куда дифференцируйся. Потом из этого вызрела еще более гениальная идея. Мне кажется, она очень красивая. Идея стратегии «Голубого океана». Все же читали и слышали. Идея в том, что не надо конкурировать. Очень хорошая мысль. Не надо. Сделайте шаг в сторону. Переименуйтесь. Переосмыслите свое бытие. Начинайте оперировать там, где нет конкуренции. Предложите такой товар, такую услугу, такой продукт, которого никто больше не предлагает. Вообще никто больше не предлагает. Откажитесь от конкуренции. С моей точки зрения, это очень хороший слоган. Прямо отличный. Многие могут ему последовать. Вот так в лоб. Это хороший вопрос. Вот она. Стратегия «Голубого океана». Узнаете? Вы видели эту книжку. С моей точки зрения, «Голубой океан» для тех, кто не будучи большим бизнесом и не имея огромной производственной исследовательской базы, бросается, «Голубой океан» выглядит скорее вот так. Коллеги, если вы делаете сайты или порталы, что еще вы делаете? Скажите, что вы делаете вообще уникального. Скажите. Это нелегко. Даже если вы большая компания, это нелегко. Но я представитель маленького бизнеса. И мне очень не хочется называться, например, консалтинговым бизнесом. Но что делать, если я оказываю услуги, очень похожие на консалтинг? Давайте придумаем им другое название, но только так, чтобы было не смешно. Все равно собака остается собакой, даже если называть ее кошкой. В общем, для меня совет «найдите себе большой голубой океан», «найдите себе зону вне конкуренции» — это примерно как совет алкоголику. «Ты просто не бухай!» Что за проблема? Просто перестань пить. Просто перестаньте делать, как все. Сделайте что-нибудь, чего никто раньше никогда не делал. Хороший совет. Трудно технологизируется. Более сложная мысль, к которой я сейчас перейду. Тебе не микрофон, я бы еще рисовать начал. Ну ладно, я буду руками размахивать. Когда вам станет трудно, непонятно или скучно, вы мне просто скажите. Я это рассказывал много раз, я с удовольствием тремя разными способами расскажу. Есть гипотеза, такая теория, вам тоже она должна быть хотя бы частично знакома, что нет бесконечного многообразия стратегий того, как дифференцироваться. Почему надо дифференцироваться, все понимают, да? Надо чем-то отличаться. Иначе, значит, слишком много биологических видов в одной и той же экологической нише, взаимовредные отношения, маржа ноль, рынок схлопывается. Надо чем-то отличаться, дифференцироваться. Нет бесконечно большого количества способов принципиальных дифференцироваться. Вот одна из классификаций, которую я хочу вам предложить. Лично для меня очень удобная, я вижу, как она работает на большинстве рынков. Первый способ специализации – это выйти на самый широкий рынок, какой есть. Например, у нас будут порталы. Мы будем делать порталы корпоративные. Дешевле всех. Дешевле всех – это, конечно, устаревшее выражение. По самой правильной цене. С лучшим соотношением цена-качество. За счет идеальных процессов. Скажите, коллеги, есть ли здесь… Поднимите, пожалуйста, руки. Поднимите, не постесняйтесь. Есть ли здесь представители компаний, которые последовательно идут этой дорогой? Лидерство по издержкам. Есть. Один. Два. Смотрите, совсем немного. Казалось бы. Казалось бы. Что может быть проще? Постарайтесь сделать то, что вы делаете, как можно эффективнее, как можно дешевле. Но этот способ оказывается сложным. Потому что он влечет за собой некоторые другие трудности. Ну, например, я однажды работал в компании, которая является самым большим в мире производителем творога. В мире. Название этой фирмы вы не знаете. Вот здесь довольно много довольно интеллигентных людей. Вы не знаете, как она называется. Наверняка. Разве что каким-то невероятным чудом. Совпадения, конечно, бывают. Но вы не знаете ее. Почему? Эта фирма последовательно двигается по пути лидерства по издержкам. Они вообще не тратят денег на маркетинг. Никогда. Нисколько. Минимум издержек. Наш товар – это такой творожок в пакетике. Стоит дешевле всех. Ну, или там практически дешевле всех. Доступен везде. Это лидерство по издержкам. Вот это один способ выиграть конкурентную борьбу. Как они ее выигрывают? Они вкладывают деньги в то, чтобы создать идеальную инфраструктуру. Чтобы сделать идеальный завод. Чтобы правильно подготовить программу обучения персонала. Чтобы научиться работать с самым простым персоналом в глубинке. Чтобы захватить идеальные места для расположения своих заводов и складов. То есть для начала, для того, чтобы играть по правилам минимальных издержек, нужно вложить кучу денег. Коллеги, у вас это так же? Те, кто идет по этому пути. Ну, мне кажется, что логика неумолима. Для того, чтобы иметь очень хорошую платформу, на которой клепать похожие, сходные между собой решения. Чтобы какая-то разница между ними была все равно. Между сайтом одной компании и сайтом другой компании. Придется вложить деньги в технологию. Ну, дорого это. Это просто очень сложно. Второй способ. Тоже на широком рынке. С максимально гибким продуктом. Подход как будто бы совершенно противоположный. Мы не пытаемся регулировать, ну, предельно регулировать издержки. И занимаемся тем, что у нас теперь самый лучший продукт. Идеально подходящий каждому потребителю. Ну, мы переходим от магазина готового платья к индивидуальному пошиву. Прямо противоположная история. Кстати, представьте себе, в портновском деле посередине тоже не так много точек остановки. Вот готовое платье, вот индивидуальный пошив. Здесь посередине кое-что есть, но это пренебрежимо. Да? Крайние точки здесь и здесь. Индивидуальный пошив – это те, кто готов выполнить любой каприз клиента за его деньги. Есть такие? Представители этого, как бы его назвать-то, очень сложного пути. Есть, вот там одна рука поднимается. Вот. Есть люди, которые идут этим путем. Здесь есть очевидная своя сложность. Очевидная. А если вы не угадаете? А если очередной клиент слишком капризный? Это такие премиум-услуги, премиум-продукт. Конечно, конечно. Это такой, я не знаю, в автомобильном мире, как вам аналогия с BMW? Ну, много вариантов, как можно собрать эту машину. Ну, она, ну, да, недешевая получается в результате. Равно, как и Mercedes, например. А здесь, кстати, в автомобильном мире какая аналогия вам приходит в голову? Жигули. Жигули – это удивительная стратегия. Ее здесь нет. Я таких слов в презентациях не использую. Точно, это стратегия Голубого океана. Стратегия, где нет конкуренции. Нет, Жигули, современные Lada – это, конечно, стратегия лидерства по издержкам. Конечно. Но у нас просто есть гораздо более успешные представители этой стратегии. Ну, вот автомобили Kia, например. Я даже не то, чтобы я их рекламирую, но, блин, хорошо. Или, кстати, из классических. Toyota. Toyota утверждает, что общая стоимость владения ее автомобилем какая? Оптимальная. Ну, машинки такие не очень взрачные, кроме известного Land Cruiser. Ну, вот их стратегии, идеальные процессы, лидерство по издержкам. Здесь, значит, надо быть очень гибкими. Заметьте, таких в аудитории тоже немного. Ну, самый простой способ, по крайней мере, на первый взгляд – нишевание. Залезть в нишу. Не широкий рынок, не конкурировать по всему рынку, а конкурировать в своем квартале. Я открываю парикмахерскую на углу. Почему я выигрываю конкурентную борьбу? Ну, потому что на этом углу не нужна вторая парикмахерская. Все. Я застолбил кусок. Самое простое. В чем проблема? Почему все не делают так? Потому что у вас всего одна парикмахерская. Вторую тоже поставить некуда. Не только вашим конкурентам, но и вам. То есть на самом деле нишевый бизнес, избирая последовательно своей стратегии нишевания, он сам себя загоняет в эту нишу, и ему из этой ниши выбраться очень трудно. Если какой-то жук пристрастился жить на дереве определенного типа, извините, он теперь зависит от этого дерева. Куча видов вымерла только потому, что вымерли их ближайшие соседи. Ну, не умеет жить на другом дереве, на нем плохо маскируется. Все, его нашел дятел, тюк-тюк. Еще вариант чудесный. И может быть здесь тоже есть люди, которые… А, подождите, а нишевой бизнес здесь присутствует? Люди, которые выбрали себе нишу прям конкретную? Раз, два, тоже три. Ну, не сказать, чтобы много тоже, но есть, есть. Это, кстати, очень понятное решение. Не все ниши узкие, дальше будет пример про это. Еще один способ взорвать мозг аудитории и сделать так, чтобы… Это похоже на Голубой океан. Вот это ближе всего к идее Голубого океана. В классике, классиком я называю Портера, который впервые предложил эту классификацию, так называемый инновационный бизнес. Это когда вы делаете то, чего не делает никто. Ну, есть ли здесь представители инновационного подхода? Не тех, кто пытается сделать каждому клиенту хорошо, не тех, кто вкладывается в последовательное повторение технологий, а тех, кто делает вообще только новые решения. Этим и занят, этим и живет. Хорошо, знаете ли вы примеры таких компаний? Раз. А вот компании АИС выступали, они себе придумали новый сервисный дизайн и они… Ну, какая разница? Ну, для нашего рынка, для нашей гигантской ниши у них была новая идея. Да, есть компании, которые выходят с этим. Причем трудность инновационного подхода. Так же, как с минимизацией издержек, нужно сначала вложить очень много денег. И в отличие от минимизации издержек, здесь-то деньги вернутся. Наверняка. А здесь не обязательно. Известная вам компания Apple. Читали вы про провалы Apple? Все знают успехи Apple, потому что все ими пользуются. Ну, или завидуют тем, кто пользуется, или ругаются с теми, кто пользуется. Но через один продукт натурально сработало, не сработало, сработало, не сработало. Ну, сейчас сработало. Сейчас мы их знаем очень хорошо. Это в свое время была типичная инновационная компания. Что было суперинновационного у них? Давайте уже застолбим это. Кое-что было. Сенсорный экран был ли абсолютно новым? Вроде нет. Абсолютно новой была идея того, что система операционная и железо полностью между собой в полном соответствии находятся. Мне кажется, это была инновационная идея. Потому что смартфоны появлялись волной. Нельзя было всех обогнать. Но можно было сделать закрытую экосистему iOS. С ее магазинчиками отдельными, с ее фишечками отдельными. Ничего не надо настраивать. Это спорный вопрос. Инновационный на это или нет? Спорный. Я не хочу втягиваться в эту дискуссию. Просто посмотрите на это под таким углом. Можно считать их инноваторами. Их путь очень непростой. Мало кто идет и этим путем. Ну смотрите, если посчитать руки, то у нас примерно 10 поднятых рук на довольно большую аудиторию. Простите. Вас что, не касаются законы конкуренции? Касаются. Касаются. Я хотел еще один комментарий про нишевый бизнес сделать. Это ваши коллеги. Я не знаю, может случайно они есть. Компания Кельник. Мне очень понравилось. Вот они нашли себе нишу. Они занимаются тем, чем занимаются. Тем же, чем и вы. Вот там написано. Брендинг, 3D, сайт, SEO. Для кого? Для строителей и девелоперов. Это ниша. Ниша размером со штата Айова. То есть огромная, неисчерпаемая ниша. Они там лидеры. Потому что они первые догадались нишеваться, они там молодцы. Хорошо. Пример успешной стратегии нишевания. А теперь главный вопрос. Ресурс, которым, как я думаю, задается почти любой бизнес размера, типа как у нас с вами. А можно где-то посередине устроиться? Но есть же где-то идеальный баланс между ценой, качеством, инновацией и всем остальным. Есть. Я обычно переформулирую этот вопрос так. А можно ли сосредоточить ресурсы на всех направлениях? Ну, надо как будто выбирать. А можно сосредоточить ресурсы на всех направлениях? И вас приветствует первое наземное животное. Не знаю, хорошо ли вам его видно, но его найдете в энциклопедии легко. Его зовут Ихтиостега. Ихтиостега. У нее четыре одинаковые ножки. Она не умеет прыгать и бегать. Она медленно и печально ходит. Ну, так практически ползает. Если бы вы видели ее в выражении лица. Ихтиостега – это образец животного, которое еще не дифференцировалось. Вообще-то мы все потомки Ихтиостеги. Она очень успешная, все в порядке. Однажды она пошла путем абсолютно инновационной стратегии. Вылезла из воды на сушу. Первая. Исторически. Но она не дожила до наших дней. Не дожила. Ни в каком виде. Даже похожие животные есть, но таких нет. Почему? Потому что дальше и пришлось дифференцироваться. Нельзя найти идеальный баланс. Там, где идеальный баланс, у классиков какая-то картинка, на которой написано «Stuck in the middle». Застрял посредине. В литературе по стратегии приводится множество историй ужасных о том, как компании не смогли выбрать и метались. Сделать подороже и получше. Ну, рискнуть сделать подороже. Или рискнуть сделать подешевле. Выбрали сделать средненькое и вылетели с рынка к чертовой матери. Ну, я не сделал выбор. Я не сделал выбор. Я здесь вместе с вами. Вот в этом первобытном болоте. Почему я говорю с вами? Потому что большинство не подняло руку нигде. Ни на одной из ярко выраженных стратегий. Нету. Очень трудно выбрать. Почему трудно выбрать большому бизнесу? Легко понять. В большом бизнесе очень много заинтересованных людей, очень много мнений. А свое мнение, ну, оно понятно, оно важно для каждого. Люди спорят о том, как правильно. Потом начинают искать компромисс. Находят компромисс на полдороги. О том, что в этом месте, где они нашли компромисс, ничего нет. Об этом они не подумали. Они stuck in the middle и все. И уходят с рынка. Вот, будучи в положении их теостегии, я много думал о том, почему же это происходит в малом бизнесе, где вообще-то все в наших руках. Ну, я прекрасно понимаю, что в своем бизнесе мне не нужно ничего даже особенно делать, чтобы перепозиционироваться. Надо просто принять некое внутреннее решение. И вам тоже. Те вложения колоссальные, о которых мы говорим, огромные вложения в платформу, это сумма денег, которую можно занять в банке. Ну, присутствующие здесь бизнесмены понимают, что если какие-то деньги можно занять в банке, то это не препятствие. Препятствие не в том, что не хватает средств вложиться в инновации. Препятствие в чем-то другом. И моя личная гипотеза о том, в чем же это препятствие, вот какое. Гипотеза в том, что препятствие непосредственно в голове бизнесмена. В малом бизнесе трудно сделать выбор, потому что всякий выбор означает отказ от чего-то другого. Если вы идете дорогой дешевых решений, дешевых решений, только послушайте. Да, Кока-Кола пошла путем дешевых решений. Кока-Кола — это круто. Макдональдс? Макдональдс уже не так круто. Ну, хорошо, давайте будем как кто? Как Порше. У нас нет денег, как у Порше. Мы боимся быть как Порше. Кроме того, если мы будем как Порше, это же будет дорого. А мой любимый нынешний клиент не потянет, и его старший брат не потянет, и папа его не потянет. Никто не потянет. Очень страшно. 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 И противно, главное, за это браться. А если все-таки инновации, они все-таки не выстрелят. А вот здесь же есть люди, которые чувствуют ответственность за всю свою команду. Я думаю, что таких здесь много. Я вот остро это переживаю. Я понимаю, я могу сейчас выбрать инновационный подход и сказать все. Мы делаем это. Мы делаем то, чего раньше никто не делал. У нас есть инновационные продукты. Мы можем просто вытащить весь наш маркетинг, только их. И говорить, да, да. Мы такие консультанты, как будто бы, но мы делаем то, чего не делает больше никто. И мы не делаем то, что делают все остальные. Страшно? А вдруг не пойдет? А что это? Как я буду смотреть людям в глаза? Сегодня я хочу предложить вам довольно специфический инструмент для работы лично с собой. Он не имеет отношения к рынку. Не имеет отношения к маркетингу. И он, честно говоря, не имеет отношения к стратегии. Он имеет отношения только к тому, что лично у человека внутри уем. Как разобраться, что вам по душе, а что нет? Этот инструмент можно взять, отнести к себе в компанию, заставить сделать это всех, или заставить это сделать всех кучкой, или заставить сделать это главного основателя вашей компании. Маленькое отступление, прежде чем мы перейдем непосредственно к инструменту. Помните, я говорил про то, что некоторые компании вымрут, а некоторые останутся. Вот мой способ. Еще один способ. Я обещал сломать мозг, я постараюсь. Классический взгляд на то, как работает бизнес. Придется это объяснить, иначе следующее упражнение будет бессмысленным. Классический вариант такой. Про сбалансированную систему показателей вы слышали? Ну, это не подразумевает, что вы должны были слышать. Если нет, я сейчас расскажу. Смотрите, классический взгляд на бизнес такой. Компания принимает решение о том, сколько она хочет заработать денег. Это называется корпоративной стратегией. В учебниках это называется так. Ну, там компания Coca-Cola собралась на совете, там, кого у них совет, и сказали, у нас в этом году будет плюс 16 миллиардов. Ясно? Все такие, да, 16 нормально. Может, ну, хотя бы 15 с половиной. Ну, давайте, ладно, запишем 15 с половиной, сделаем 16, молодцы. Записали. Есть. Следующий шаг. Тогда, чтобы заработать столько денег, какой же продукт мы будем предлагать, какую проблему решать? У Coca-Cola это вопрос решенный. У компаний в более живых секторах рынка, как, например, в нашем с вами, приходится думать головой. В этом конкретном году, или в этой пятилетке, или в этой двадцатилетке, что мы должны предложить такого? И кому, чтобы столько денег заработать? И тут начинаются поиски так называемой конкурентной стратегии. Смотри, часть первая. Дифференцируйся или умри. Вот здесь люди начинают разбираться, как они будут дифференцироваться. С каким продуктом выходить? Ну, разобравшись, с каким продуктом, они начинают смотреть. Ну, хорошо, у нас самый дешевый сайт на свете. Для этого нам нужны вот такие технологии. Нам нужно уметь делать вот это. Нам надо уметь делать быстро. Нам надо уметь делать дешево. Для этого мы подберем определенных людей в определенном количестве и посадим их в определенном порядке работать. Понятная логика? Четыре разреза показателей. Финансовые, про прибыль, оборот и все остальное. Рыночные, про клиентов, долю рынка, размер этих клиентов, лояльность и подобные вещи. Про процессы. Как быстро происходит процесс заказа? Он автоматизирован или он вручную, или он с индивидуальным менеджером. Понимаете, да? Одно с другим сильно связано. Хотите быть, как это называется, ну, в общем, кастомизироваться полностью. Давайте не по анкете все-таки делать сайт, а все-таки индивидуальный менеджер позвонит. Ну, например. Какие люди вам нужны? Четыре разреза. Финансы, рынок, процессы, люди. Так работал бизнес с древнего Египта до нынешнего времени, а сейчас кое-что изменилось. И вы примерьте следующую мысль на себя. Ко мне это точно относится. Может быть, это относится и к вам. Революция — это в деловом смысле, пожалуй, первая такого масштаба. Там знак вопроса, его просто плохо видно. Вот что произошло с нашей компанией. Подумайте, может быть, и с вашей. Собралась группа людей, которые друг другу нравятся, которые уже поработали вместе в довольно странных обстоятельствах. На Дальнем Востоке, в каком-то раболовецких судах непонятных. Про консалтинговые проекты вы, наверное, слышали от людей, которые приходят в себя на койке. Вот поработали вместе, собрались. Такие, слушайте, давайте забабахаем что-нибудь. Мы точно не глупее этих людей, которые управляют вот этим и вот этим, вот этой конторы. Давайте мы сделаем. Мы же лучше умеем. Мы умеем. Они собрались, и они точно знают, что они умеют. Вот позвал я Васю. Я знаю, что Вася, он эту сбалансированную систему показателей в любом виде сделает. И он это любит. Его, главное, можно денег даже не платить. Только дайте ему разработать сбалансированную систему показателей для приличного бизнеса. А я со своей стороны, я такой человек, я не люблю разрабатывать систему, но я люблю об этом поговорить. И вот мы встретились с Васей. Все, мы готовая команда. Мы люди, которые знают, что они умеют и любят делать. Мы разобрались, что мы умеем и любим. Получилось. Первый разрез был люди, второй разрез был процессы и технологии. Ну, окей, кому же мы это продадим? Мы задались после этого вопросом, кому же мы это продадим и как? А есть ли на свете такие охламоны, которым нужна наша сбалансированная система показателей? Или что бы мы там ни делали? Стратегия, какие-то еще идеи. Есть ли такие люди? И если они есть, есть ли у них столько денег, чтобы удовлетворить наши довольно скромные потребности? Раньше работало так. Сколько я хочу денег? Кому и что я должен продавать? Как я это делаю? Кто это делает? Сейчас это выглядит прямо наоборот. Кто мы такие? Что мы умеем? Кому мы, значит, можем быть полезны? И хватит ли у этих людей денег, чтобы нам заплатить? Понимаете? Логика изменилась на прямо противоположную. Их теостега вылезла на сушу и впервые своим странным сумрачным взглядом осмотрелась. Тут парят насекомые, никаких животных других нет. Вот так выглядит, как мне кажется, типичная компания 21 века. Посмотрите на свою компанию. Нет ли в ней элементов вот этого? Подумайте, что произойдет, когда эта схема перестанет работать? Она закостенеет, и вы начнете нанимать людей, нанимать людей, потому что вам просто нужны еще люди. Что произойдет? Это интересный вопрос. Не для сегодняшнего разговора, но просто что будет? Теперь можно спокойно ехать дальше. В чем трудность большого изменения? В чем трудность дифференциации? В чем трудность взять и пойти стратегической дорогой? Оторваться от родимой их теостеги и пойти своим путем? Отрастить крылья или отрастить когти? Что вы там решите отрастить? Или вернуться в воду и стать китом? Ну, надо решить что-то. А для этого нужно очень много энергии и много понимания, что вы делаете и зачем. Опа, смотрите, сразу последний слайд. Нет, сейчас я наконец отложу эту штуку, и мы будем делать то самое упражнение, которое я вам обещал. Флепчарт видно? Я буду говорить громко и по многу раз. Но мне нужен маркер все равно. У меня к вам малодушный вопрос. Для вас это имеет смысл? Все в порядке? Are we on the same page? Да, хорошо. Хорошо. Сегодня утром у меня был похожий разговор с аудиторией фитнесеров. Так сложилось. Вот им точно было интересно. Они таких слов никогда не слышали, а вы слышали. Вдруг вам уже это все на зубах навязано. У вас есть лист бумаги? Для этого упражнения вам реально нужно будет либо ходить ногами физически, и это лучший вариант. Либо хотя бы рисовать на листочке. Ну, ногами ходить лучше, сейчас поймете, куда ходить. Итак, берете листочек, делите на четыре части. Это крестик. Четыре части разделили. В нижнем правом углу напишите или запомните слово показатели. Я хочу этим словом показатели подчеркнуть вот что. Здесь будут цели, которыми вы задаетесь, вы задаетесь, или ваш бизнес задается. Кто знает, где тут тонкая разница. Цели, которые измеримы, конкретные показатели. Например, я вот хочу, чтобы у меня было типовых проектов. У меня есть представление о типовом проекте. Я хочу, чтобы у меня в год было 30 типовых проектов. Понятно, да? Вот примерно такая история. Ну, я знаю, что для этого мне нужно за год, чтобы все участники моей команды в целом хотя бы 60 раз выступили на конференциях. Вот как сейчас. Ну, это моя рабочая гипотеза. Запишите. Возьмите и запишите. Те две-три цифры, которые являются ключевыми для вашего бизнеса. Запишите их здесь. Здесь количественные показатели. Прям сделайте это. Давайте. Не надо долго думать. Если вы задумались надолго, вы думаете о чем-то не о том. Это очень простые вещи. Если вот так сложно, сколько денег в месяц вы хотите? И никому не показывайте листок. Потому что одни скажут, вы не амбициозный человек. Другие скажут, это в какой валюте? Здесь показатели. Очень здорово. Здесь повседневная деятельность. Я напишу слово рутина, чтобы подчеркнуть повседневный характер этой работы. А что вы, собственно, делаете? Сейчас будет понятно, какое это отношение имеет к обсуждаемой теме. Самое прямое. Вот здесь рутина. А что вы, собственно, делаете? Вы, как игрок в этой команде, вы, как человек, который собрал эту команду. Ну, например, для того, чтобы организовать 30 проектов, я, ну, я, например, что бы я, например, мог делать? Я разрабатываю хорошие презентации. Я договариваюсь с новыми участниками команды. Я углубляю нашу технологию. Представляете, я записываю эти вещи, записываю, записываю, записываю. И в какой-то момент я бы должен сказать себе, подождите, то, что я делаю, ведет меня непосредственно к тем результатам, которые я себе записал, или нет? Запишите, пожалуйста, что вы делаете. Я надеюсь, вам легко быть откровенными с самими собой. Если вы пишете о ком-нибудь, вам еще легче. Вам еще легче быть откровенными относительно кого-то. Повседневная работа, она ведет к этим результатам или нет? Она непосредственно на них нацелена или не нацелена? Хорошо, сделали. Следующий кусочек. Вот здесь люди, с которыми вы туда идете. Или ради которых вы это делаете. Я же вы себе могу представить, что кто-то искренне делает бизнес просто ради того, чтобы прокормить семью. Напишите здесь тогда маленькими буквами, чтобы никто не видел. Семья. Кто? Ради кого? С кем вы это делаете? Здесь возникают уже интересные отношения между квадрантами. Скажите, пожалуйста, эти люди, которых вы здесь записали, как относятся к этим целям? А эти цели имеют к ним какое-то отношение или нет? Эти люди разделят этот триумф? Эти люди знают, что вы идете к этим целям? Они рады этому? Они порадуются достижению этих цифр? Вы уверены? А вот эта повседневная работа, которую вы делаете вместе с этими людьми, она им нравится? Насколько она им по душе? Допускаете ли вы их делать эту тупо вседневную работу рутинную, которую надо делать для того, чтобы достичь результата? В каких отношениях находятся эти два квадранта? Это очень простые вопросы, просто если последовательно задаться ими всеми, получается интересная такая, я бы сказал, интегральная картина. И здесь уже возникают вопросы. Ну погодите-ка, а если мы зададимся вот такими целями? Мы пойдем, например, в лоукостеры, займемся снижением цены, будем делать более автоматизированные решения. Но вот эти люди, которые мечтали о прекрасном, они скажут, ну послушайте, это гениальная стратегия, фирма растет, но я-то здесь при чем? Я-то подписывался совсем на другое, откуда мы узнаем, на что они подписывались? Вот из этого квадранта, который называется «Смыслы». Здесь ответы на вопрос «Зачем?». Вам зачем? В фитнесе, который мне знаком из многих отраслей, наверное, лучше всех, в российском фитнесе была замечательная парадоксальная ситуация. Один за другим открывались фитнес-клубы премиум-сегмента. И вообще не было фитнес-клубов массового сегмента. Это ситуация 2006-2010 год. Почему? Каждому ежу понятно, что деньги всегда там, где массовый сегмент. Кока-кола, Макдональдс и прочие нас в этом легко убеждают. В чем проблема? Почему? Ну, послушайте, как я, человек из российского фитнеса. Я не про себя. Вы, надеюсь, цените этот юмор. Я не про себя. Человек из российского фитнеса, который всю жизнь занимался в премиум-клубе, с премиум-пацанами. Откроет клуб для непремиум-пацанов. И у него на стоянке, приедут пацаны к нему в клуб, а на стоянке ни одного Порше, ни Мерседесов, ни БМВ, а стоит велики припаркованные, в лучшем случае. Да к нему мужики работать не пойдут просто. Любой тренер тогдашнего отечественного фитнеса сказал бы, погодите, зачем мне идти работать в дешевый фитнес-клуб? Там же неплатежеспособный клиент. Ну это же очевидно. Тренеру надо, чтобы у его клиента был Порше. Ну надо. В этом есть ценность. Общаться с крутыми чуваками. Я уже не говорю про лучшую половину человечества. Общаться хочется с крутыми. Это смысл фитнеса. Исследования показывали в те времена, что не меньше 70% людей, которые ходили в фитнес-клубы, на самом деле имели в виду найти там вторую половину. Ну в той или иной форме. Так вот для людей смысл был во многом в том, что было круто. Фитнес здесь вообще ни при чем. Пожалуйста, напишите здесь смыслы. Ради чего вы это делаете? Свобода, превосходство над кем-то, чувство наполненной жизни, что-то еще. У каждого свое. Изменить мир, гражданское общество. Я знаю людей, которые хотят изменить мир. И мне стыдно признаться, но я сам к ним принадлежу. Меня захватывает идея, что мои усилия могут быть заметны на общем фоне в попытках изменить мир. И для меня смыслы оказываются какие-то такие. И вот хоть ты тресни, мне трудно отказаться от этого. Просто ради того, чтобы пойти и немножко заработать. Между этими квадрантами снова возникают интересные взаимоотношения. Согласованы ли ваши смыслы в команде? Люди хотят того же, чего и вы. Вы того же, чего они. Вот эти люди, ради которых вы делаете, это же клиенты ваши тоже? Насколько ваши смыслы согласованы? Это ладно, это простой вопрос. Кстати, он еще сравнительно простой. В компаниях того типа, о котором мы говорили, с перевернутой системой показателей, очень часто люди начинают с того, что согласуют смыслы. Так что я верю, что здесь все в порядке. А вот здесь? А повседневная рутина, которой вам приходится заниматься или которой вам придется при попытке дифференциации, при попытке выбора стратегии, а вот эта повседневная рутина не будет разрушать смысл бытия для этих людей, а лично для вас. Вот эти показатели, вот эти показатели отражают этот смысл или не отражают некую совершенно другую реальность? Непохожую. Ну вот честно, если я настраиваю свою компанию на 30 типовых проектов в год, какое это имеет отношение к моему желанию изменить мир? Ну, вообще никакого. Вообще никакого. Здесь нарисована розетка. Энергия появляется при легком гармоничном движении по этому кругу в любую сторону. Хоть кругом, хоть восьмерочкой, хоть фигурой клевера, как хотите. Тогда легко. Если между этими квадрантами есть гармония, то у вас достаточно энергии. Вы знаете, зачем. Ваши люди горят этим же самым, вам не нужно бегать их зажигать дополнительно с зажигалкой. Рутинная, скучная, трудная работа. Боже мой, нам пришлось делать дешевый продукт. Ну и что? Мы делаем его не просто так. Мы делаем его, чтобы достичь конкретного оборота. А оборот нам нужен, не забывайте, для того, чтобы изменить мир. И мы все этого хотим. Представьте себе, что в вашей компании полная гармония по этой части. Почему люди не хотят дифференцироваться? Потому что у их теостеги полная внутренняя гармония. Она такая вылезла, и она уже молодец. Мы достигли той цели, которая на предыдущем этапе перед нами стояла. Смысл был в том, чтобы затусоваться. Ну, я сейчас про нашу компанию говорю, я вообще не про вас. Затусоваться и выжить в этом новом качестве. Мы достигли этого. Повседневная рутина никогда не была рутиной. Это было прикольно, потому что каждый раз что-то новое. Надо сделать сайт. О, Боже, нам звонят. Кто-то должен снять трубку. Кто-то должен снять трубку. Слышь, сними трубку. Мы понимали, что показатель был очень простой. Нам нужен хоть один проект. Ха-ха, мы это сделали. Ну, и люди были в полной гармонии. Теперь нам надо дифференцироваться. О, Боже. Найдем ли мы новую гармонию? Найдем ли мы новый способ? Вот инструмент, который, возможно, уже прямо сейчас. Конечно, он не отвечает на вопросы. Инструменты, которые отвечают на вопросы, я бы назвал шарлатанскими. Эти вот эти кристалл-боллы, вот эти все гадательные инструменты. Это инструмент для задавания вопросов, а не для ответа на вопросы. Но он задает главные вопросы. Вы хотите дифференцироваться определенным образом или нет? Вы вообще хотите расти как бизнес? Или вы достигли своих целей? Ну, в какой-то момент люди должны быть в состоянии посмотреть в зеркало, и это хороший вариант зеркала, искать, стоп, я уже успешный человек. Все в порядке. Не надо больше расти. Сложная дилемма или даже многолемма, в какую сторону расти, может иметь очень простой ответ. Сейчас ни в какую. Все хорошо. Смотрите на мир широко раскрытыми глазами, радуйтесь, вы победили. Я так думаю про свою команду сейчас. Мы победили, нам надо просто успеть это отпраздновать до того, пока надо будет дифференцироваться, чтобы выживать. Хочется же еще и дальше выживать. Теперь о том, как делать это упражнение на самом деле. Мы сейчас сделали его таким халявным способом. На листке бумаги, на смартфоне, а кое-кто как будто вы даже в уме. В уме человека ничего такого нет, чтобы это упражнение делать. Вам повезло, вы сделаете это дома по-настоящему. Смотрите, это делается так. Берете большое пустое пространство, рисуете посередине листик. Назначаете вот этот угол. Вот так встаете, я к вам спиной встану. Вот тот угол, тот будет про показатели. Вот этот про рутина, повседневную работу. Вот этот про смыслы. Вот здесь смыслы толпятся, представьте себе. А вот там люди. Постояли, представили себе людей. Значит, показатели. Хорошо в виде флажков представлять показатели. Мне нравится в виде флажков. А можно такими конусами полосатыми. Это показатели. Вот рутина. У меня это такие длинные дорожки. такие, потому что рутина у меня в виде процессов представляется. Представили себе их все. Ну и теперь ногами. Зашли сюда. С чего вам удобнее начинать? Вот, кстати, вы чувствуете, с какого квадранта вы начинаете думать? Я рассказывал так, как думал я, впервые взявшийся этот инструмент. Посмотрите сейчас, с какого квадранта вам удобнее начинать? Вы сами по себе. С чего бы начали? С людей. Вы со смыслов. Вы с людей. Я с показателей. Я мог начать. В момент от войны я мог начать только с показателей. У меня дырки, места в голове не было, чтобы начать по-другому. Теперь есть. Теперь это я понимаю. Я знаю. Знаете, где я нашел решение тогдашней своей проблемы? В рутине. Я понял, что я перегрузил себя работой с чрезмерно высокими ожиданиями от самого себя. Я стал смотреть, что мои действия далеко не все укладываются в смыслы, не говоря уже о показателях. Стал вести табличку. Прям табличку сам себе. Что я делаю? Сколько часов это должно занимать? И понял, что я от себя требую примерно 100-часовой рабочей недели. Это невозможно. Успокойся. Порежь пополам. Реши, что теперь получилось. Я, по крайней мере, выгляжу как человек в своем уме. Я был бы совсем другой, если бы я этого не сделал. Шесть месяцев назад я это предпринял. Вот результаты отчасти перед вами. Начните с того квадранта, который вам нравится. Потом перейдите в соседний, думая о том, какая связка между этими квадрантами. Если вы будете чувствовать себя не очень умно, делайте это упражнение сначала в одиночестве. Но если у вас есть внятная команда, делайте все вместе, потому что это гораздо веселее. Вы будете чувствовать себя совсем идиотами, зато все вместе. И это гораздо лучше. Дальше каждый человек бродит по квадрантам в таком порядке, в каком ему подсказывает его внутреннее желание. Куда ему хочется двигаться? Куда ему хочется идти? Задаваясь соответствующими вопросами, что несложно. Благо связки элементарные. Между всеми квадрантами никаких сложных связок нет. Они все очень простые. Знают ли люди об этом, об этом, об этом, довольны ли они этим, 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 ну и так далее по кругу. Походили, почувствовали, где вам хорошо. Встали в какой-то квадрант, о, это мое, это мое. Потом так, а вот туда я не хочу. Поняли, там значит что-то не то. Там назревает что-то, там какая-то сложность. Нарисовали эти связки, ногами прошлись по ним, поняли, как они работают. Встали в середину, в точку гармонии. Вот теперь вы, это ваша компания. Теперь вы с ней отождествились, насколько вы только могли, этим шаманским способом. Попробуйте это сделать, у вас в голове что-то обязательно всплывет. Хотя бы маленький поплавочек идеи. Пум, мне надо сделать вот это. Попробуйте. Это я ни разу не встречал человека, у которого хоть что-то бы не плеснуло в этот момент. Хоть что-то бы не пришло в голову. Ну подождите, я же, хотя бы мелочь, я же не поставил важную задачу. Пум, всплыло. Это тоже важно. Всплыло. Или у меня же здесь нигде нет про здоровье, мы же так все себя загоним до смерти. Стоп, 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 надо вернуться. Это была там одна из мыслей, которые у нас родились в таком процессе. Очень разные вещи приходят в голову в силу того, что картинка разнообразная. Какое отношение это имеет к стратегии? Вы можете сделать это для текущей стратегии. И вы можете задаться простым вопросом. Хочу ли я большего? Хочу ли я большего от своей компании? И сейчас говоря это, я вовсе не имею в виду, что все должны хотеть большего. Неа, это совсем не так. Я так не думаю. Но хотите ли вы большего? И если да, то в какой форме? Это дешевые решения, массовые, максимально эффективные по цене. Это крутые решения, но зато дорогие. Это суперинновационные решения. Или это решения для какой-то очень узкой группы и вам окей, вам нормально. Нишевые решения. Вот в сущности все, что я хотел сегодня сказать. Надеюсь, эта картинка к концу успела сложиться для вас. Теперь я готов отвечать на вопросы. Ага, у меня есть целых 6 минут на это. И у вас. Меня зовут Михаил, компания «Давигатор». Скорее, не вопрос, а мое личное мнение, которое я хочу высказать. Я считаю, что животное, которое вы тут приводили в пример, это миф. Ихтиостега миф? Да. Его в текущей реалии, жизнь показала, оно вымерло. В текущей реалии оно не существует. То есть, на мой взгляд, вы либо растете и двигаетесь вперед, либо вы деградируете. Серединного положения не существует. Я глубоко с этим согласен. Либо растете, либо деградируете. Потому что, если вы хотите, вот вы попали в норку уютную, теплую, и говорите, мне комфортно здесь, я не хочу расти, то вы начнете деградировать. Вот это вот мой взгляд. Может и ничего? Это ничего будет продолжаться. Деградируем чуть-чуть? Я вас уверяю, это ничего будет продолжаться на долгий момент. А потом вы начинаете деградировать. Причем вы это замечаете через пару лет, когда бизнес вам перестает нравиться, вы так ходите, унылый менеджер это называется, и думаете, ну что-то у меня не так. Да, что-то надо делать вроде. Что-то вроде надо делать. Спасибо. Да, всегда надо себя заставлять расти. Спасибо. Для меня очень сильная мысль. Я совершенно про нее забыл. Она была у меня в голове, что в бизнесе не получается на самом деле стоять на месте. Не получается. Потому что если вы стоите, то пейзаж-то на вас продолжает набегать. Ну, исторический. Будущее все равно приближается. Все быстрее. Пожалуйста, прошу. Илья, мастерская сайта Бирмана. У меня вопрос больше про показатели. А это разве не то, к чему мы будем расти? Если смысл работы некоторого бизнеса в показателях, например, 30 проектов в год или 60 миллионов прибыли на одного человека, если смысл только в этом, тогда да, к этому и будет. Это цель или средство? Цели у людей часто бывают вот здесь. Они хотят чего-то добиться. Понимаете, в компаниях недавнего прошлого не было никаких личных целей. Египетский купец имел личные цели, но своим работникам о них не докладывал. Он их нанимал. Так, корабль, значит, этот самый, что они возили? Бронзу, пожалуйста, туда. Оттуда у меня ракушек. Вперед. Все. Вот только показатели. А у нынешнего бизнеса отрос смысл. Коллеги, пожалуйста. Есть вопросы, друзья, еще? Спасибо. Я не хочу уходить без вопросов. Можно я добавлю? Или спрошу, не знаю. Может, это рассуждение? На самом деле, много раз наблюдал ситуацию, что если строить планирование в организации, ну, давай по классическому принципу, да, всем говоришь, ну, сходите, планы составьте и возвращайтесь с планами. Сотрудники возвращаются и так составляют планы, что съедают всю прибыль в компании, занимают все деньги, какие есть в компании и вообще ориентируются на то, сколько набрал сосед людей и почему у него больше, я тоже хочу. И придумывают деятельность для всего вот этого происходящего. Но если попробовать построить по-другому, ну, по сути, вот мы, например, там, из показателей хотим вырасти там на 30%. А давайте сходите и придумайте, как вырасти на 30%. Возвращаются, говорят, первые планы вообще никак не коррелируют с тем, как вырасти на 30%. Там, мы вот сделаем тот, а это нам позволит вырасти? Не знаем. Ну, пошли еще раз подумали, вернулись. А как вырасти на 30%? Ну, наверное, нужно вырастить узнаваемость компании на 30%. Хорошо, это уже похоже на какую-то гипотезу. И так потихонечку вот этот обратный процесс планирования. На самом деле можно смысл взять, да? Мы хотим сделать суперпроект. И из него там какие-то вещи делать. Ну, то есть, если планирование действительно идет от цели, ты какую-то цель выбираешь, тогда начинаешь реально планировать. А если план выбирает тебя, то он, не знаю, он съедает все, что все ресурсы. Это как живая жизнь займет все пространство, которое предоставлено, так и сотрудники съедят все деньги, что есть в компании. Сильно напомнил мне идею о различии между обычной операционной деятельностью и проектной. В проектной деятельности задача занимает столько времени, сколько на нее отведено. И еще 25%. Она все равно вырастет до этого времени. В проектах все как-то по-другому. Тогда можно переключать на последний слайд. Ну, давайте. Спасибо большое, Димофей. Спасибо, коллеги.